Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 18 марта 2020 года. Мне встретилась статья и видео археологов Мексики, которые обнаружили башню, наполненную примерно 600 черепами. Они было подумали, что это пленные воины, а потом были обнаружены черепа и детей женщин, и археологи решили, что это жертвоприношение богу ацтеков Вицли-Пуцли, ну почти Вицли-Пуцли, прям Винни-Пух. Но давайте я вам прочту перевод двух небольших видео от археологов, и далее мы обсудим, как и там внушили общий миф для каждого народа и народности, что есть свой бог, покровитель, который постоянно требует жертв. Шизофрения какая-то, покровитель, который постоянно убивает часть населения, чтобы якобы оберегать остальных до следующего цикла убийства. Цинизм зашкаливает. И это очередной бог Солнца и войны. То есть у каждого народа был свой бог Солнца. Я записала эту заметку в свою группу искажений истории «Что есть истина?». Заходите туда, там вообще особенно, если туда вглубь пойти, очень много интересного материала. И вот этот перевод. В ходе раскопок от стекского храма, темплу майор Мехико, археологи обнаружили башню из 650 черепов, а также тысячи других фрагментов человеческих останков. Диаметр башни составил около 6 метров. Сооружение находилось в углу одного из помещений храма, посвященного Уицелопочтли, отцекскому богу Солнца и войны. До основания башни раскопки пока не добрались. Как рассказали специалисты, свидетельство о внушительной башне из черепов, которая вселяла страх в испанских завоевателей. Вот запомним эту фразу. Вселяла страх в испанских завоевателей сохранилась со времен Эрнана Кортеса, конскискадора, захватившего Ченачлитлан, ныне Мехико, в 1521 году. Историки предполагали, что черепа принадлежали захваченным и казненным воинам. Подобные курганы встречаются у многих культур до Колумбовой Америки. Ага, до Колумбовой, значит. Однако археологи обнаружили, что в башне черепов многие принадлежали, черепа многие принадлежали женщинам и детям. Ну вот так вот, перевод так и написан. Я скопировала, как было на сайте. Значит, это не просто воины, а это просто народ какой-то, мужчины, женщины, дети. Предположительно, башни связаны с ритуалами человеческих жертвоприношений, распространёнными у ацтеков. В частности, регулярных жертвоприношений требовал и Уи Ци Ло Поч Тли. Считалось, что таким образом Бог Солнца пополняет силы для битвы с тьмой. Ну, гениально просто. Гениальное пополнение. А как же ещё с тьмой-то биться? Только вот так вот убивать людей и таким образом биться с тьмой. Темпло-майор, крупнейший храмовый комплекс, теночти Тлана. Он был построен около 1325 года и почти полностью разрушен после завоевания города испанцами в 1521 году. Видите, какая логика? То есть крупнейший храмовый комплекс, он был построен в 1325 году и почти полностью разрушен после завоевания города испанцами в 1521 году. Храм представлял собой сдвоенную пирамиду и был посвящён двум богам. Богу Солнца – Уи Ци Ло Поч Тли и Богу Земледелия – Лалоку. В комплекс также входила башня, посвящённая Богу Ветра – Эйекатлю. Остатки нижней части храма были найдены в ходе работ по прокладке кабеля в Мехике в 1978 году. Первые раскопки длились до 1982 года. В настоящее время руины и музей открыты для посещения. Работы, в ходе которых были обнаружены черепа, начались в 2015 году. Так вот, черепа были обнаружены только в 2015 году. Все они были как бы завалены какой-то глиной, сейчас мы увидим. И здесь же они нам пишут, что на испанцев, которые их обнаружили, на испанцев эта башня черепов вселяла страх в испанских завоевателей. Но обнаружены они были только в 2015 году, потому что всё там было засыпано. Так каким образом тогда узнали испанские завоеватели? Не они ли туда это всё складывали вот эти черепа, на которые мы сейчас посмотрим? Черепа и останки. Какие умные вообще! Вот так вот создаются мифы. И всё это, оказывается, было до них, до испанцев. А испанцы белые и пушистые, понимаете? Вот таким образом создаётся история. Вот эти видео. Вот они их обнаружили. Видите, они в какой-то массе находятся. Давайте ещё раз взглянем на этот комплекс «Темпло-майор», который находится в Музее национальной археологии. Разве это ритуальный какой-то храмовый комплекс? Ну, это же огромное технологическое сооружение. Это же видно невружённым глазом. Оно всё было разрушено. То есть, когда испанцы пришли, оно ещё не было разрушено. Оно, значит, получается, стояло там с 14 века, никому не мешало. И вот в 16 веке появляются там испанцы, которые, ой, удивились, что нашли черепа 650 пробитых головы мужчин, женщин, детей. Ой, ужаснулись. И после них, после этих испанцев этот город оказался погребённый под землёй и завалами. И обнаружен, аж раскопки начались аж только в 2012 году. Ну, не цинизм ли это вот так вот писать? Вот на кого рассчитано, понимаете? Это рассчитано, видимо, с такой уверенностью, что никто никогда не копнётся и вообще даже не подумает. Они что-то сделали с населением, с мозгами, с сознанием людей, которые не обращают внимания на явные противоречия. Или даже сами археологи, как они вообще такое говорят? Разве это храмовый комплекс? Это какой-то завод огроменный. И вот начались эти раскопки, показывают их. Находят они черепа. Сейчас мы потом посмотрим. Это уже очищено. Видите, здесь видно, что он пробит, и всё это завалено какой-то жижей. Вот они аккуратненько это всё выкладывают, эти черепа, пробитые сбоку. Вот это жижа. Вот они были аккуратно уложены. Посмотрите как. И все пробитые. Всё это завалено какой-то грязью. Это всё черепа. Представляете? Значит, отрубали головы, видимо, и складывали их здесь, потому что потом они нашли фрагменты каких-то костей. Вот таким образом это всё заливалось чем-то, какой-то грязью. Но заливалось, видимо, целенаправленно, иначе бы это всё просто было свалено в кучу. А так они рядочками лежат. Не лень была этим испанцам и потом сваливать нацсеков, что это они такие кровожадные. Ну вот археологи нам рассказывают эту басню. Басни рассказывают. Причём, видите, во всём мире эти басни рассказывают населению и собственному населению. Молодые, зубы целые. И вот пробитые черепа. Они пробиты с боков. Есть только с одной стороны, есть с двух сторон, но пробивались с боков. Что это за казнь такая была, непонятно. Некоторые вот ещё и сверху. Но, скорее всего, вот какой-то один и тот же, одна и та же казнь. Мозг поражали, убивали население. Видите, здесь не только мужчин, мужские черепа, как они сказали, но и женские, детские. Исследуют и рассказывают нам историю. Ну хоть исследуют. Вот как это выглядит. Вот так они это нашли. Это же кто-то укладывал специально. И всё залито массой. Всё залито, залито. С этой стороны они как бы целые, но на самом деле они пробиты с какой-то стороны. Пробитые черепа. Вот такая, вот такая картина открылась. Якобы испанцы, когда это обнаружили, а как они это могли обнаружить, если это всё залито? Как они это могли обнаружить? Они это и сделали. Они это и сообщили, только списали это всё на предыдущую цивилизацию, которая здесь жила, никого не трогала. Написали вот этот кровавый миф. Но он для всех народов написан с этими башками Ра. Бог войны и Бог солнца. И в Тимяшеле как будто бы этот Бог солнца — это вот такой замечательный Бог, там ещё что-то. На самом деле, что имелось в виду под Богом солнца? Может быть, это ядерный взрыв имелось в виду? Или ещё какое-то огненное оружие, которое жители восприняли и написали это как солнце? Или передавали это как солнце? Потому что историю это писали после них. Вот эти люди что могут сказать? Их просто убили, уничтожили. И после них написали историю. Вот так это и происходит. Убийцы пишут историю вот этих людей. А какая у них на самом деле жизнь была? Неизвестно. Пока неизвестно. Ну, хорошо, что их хотя бы обнаружили. Вот это же надо было, какой цинизм, чтобы это всё так выложить и это всё залить. Ну, что же нам поведает Википедия? Вот её тут обозвали Уи Цилопо Читли. А вообще это Вицли Пуцли. Вицли Пуцли. Винни-Пух такой. И обычная кровавая история и извращение. Матерью Уицли Пуцли была Куатли Куэ, отцом комок перья в калибре. Вот здесь калибри, а у христиан это голубь. Или по другой версии Мич Куатли. Вообще это всё похоже на какие-то технические приспособления, оборудование. Его сестра, прекрасная волшебница, также была его соперником, посланником, служил Панналь. Вот что-нибудь вы поняли? Вот где здесь логика? Для кого это написано? Кто это вообще придумал? Матерью была Куатли Куэ, отцом комок перьев. Его сестра, прекрасная волшебница, также была его соперником. Также это значит, что ещё кто-то был соперником. Кто ещё был соперником? Сказано про мать и отца. Это как понимать? Так же, что сестра также была соперником. Значит, и мать, и отец, и его были соперниками, вот этого бога Вицли Пуцли. То есть Вицли Пуцли родился, и все у него враги тут оказались. Вот по одной вот этой фразе Википедии. Легенды Вицли Пуцли записано в хронике Миши Кай-Отли. Какая-то хроника. Ну, хронику они придумали. Его сестра, значит, вот эта волшебница. Нет, его... Ещё одна сестра? Его сестра Кой-Оль-Шауки пыталась убить его мать. Вы понимаете, вот что здесь... Что за... Пардон, ругаться хочется. Здесь написано. Вот его сестра Мали-Наль-Шочи, а тут его сестра Коль-Оль-Шауки пыталась убить его мать за то, что она забеременела от перьев. Для кого это написано? Это что такое вообще? Это из какой... В какой психушке это всё писали? Однако, прознав про это, Вицли Пуцли выпрыгнул из чрева матери в полном воинском облачении и убил сестру, соответственно, значит. А также множество из 400 своих братьев и сестёр. Ну, наверное, не 400, а вот те самые 650 или более эти отрубленные головы. Затем он забросил отрубленную голову сестры высоко в небо, где-то стала луной, оброшенной следом братья и сёстры звёздами. В общем, это клиника. Это конкретная клиника. И вот эту клинику кто-то сидел и сочинял. Что за извращённые мозги? Вот это всё сочиняли. И у них, значит, культ от Секи верили в существование Высшего. Ничего неизвестного, во что они верили. Это всё написали захватчики. Значит, в существовании Высшего невидимого творца и властителя Вселенной Таотля ему были подчинены 13 главных божеств. Если он невидимый, а 13 главных божеств, ещё 200 низших. То есть у нас здесь 13 или 12 олимпийских богов. Здесь совпадают. Это одни и те же захватчики, одни и те же товарищи, из которых каждому был посвящён определённый день. Также особое празднество. Во главе последних стоял бог-покровитель всего народа. Страшный уицепалопочли, вот этот самый вицли-пуцли, страшный мексиканский Марс. Храмы, воздвигнутые в честь его, были самыми великолепными, величественными. Алтари его в каждом городе Мексики дымились от крови, принесённых ему в жертву военнопленных. А с кем воевали-то? Кто там был военнопленных? Что за народы были военнопленные? После этого бога самыми выдающимися представителями древнего мексиканского пантеона является Кецалькуатль, Тескаль-ли-Лока. Утверждалось, что весь ли-пуцли постоянно срождался тьмой. Здесь вот главное внимание. И требовал постоянного пополнения сил через жертвоприношения. Так поступают только упыри-вампиры, которые позволяли солнцу продержаться ещё один 52-летний цикл. Из 18 фестивалей, проводимых отцеками в году, один посвящался в Ицли-пуцле. Во времена правления отцеки верили, что человеческие жертвоприношения смогут задержать конец света. Ничего бы они не верили. Их и не спрашивал никто. Это просто приносились эти жертвоприношения, вот эту магию творили, убивали людей, может быть, использовали генетику, как сейчас это используют. Что там ещё, может, кровь их пили. Кто знает, что это за нечисть, которая прилетела на планету, которая здесь обосновалась, которая здесь устроила это всё. И видите, цифры, в общем-то, они говорят, что это 15, 1521 год. Это не факт. Это вот где-то 16 век. В общем-то, это всё сказывается. А до 16 века здесь была мирная, удивительная цивилизация, пока вот эта вот какая-то гадость сюда не появилась, какой-то вот такой вирус. Ну вот, собственно говоря, один и тот же бог, кровожадный бог Солнца, он и в Мексике тоже присутствует. И ещё хочу вернуться вот к этой фразе непонятной, когда вот через комок, отцом комок перьев, калибре. То есть это, возможно, какие-то уже генетические воспроизведения или клонирования кого-то, чего-то, может быть, через людей, через вот эти перья, или как, может быть, это выглядело как перья, какой-нибудь эко. Потому что вот этот бог, он, по всей видимости, он, по всей видимости, был рождён вот таким образом, через вот эти комок перьев, через какое-то это эко, какую-то медицинскую манипуляцию. Вот это здесь закрыто, по всей видимости. Но как это написать в легенде? Ну, вот таким образом надо написать. Итак, вывод какой. Раскопки начались в 2015 году. Однако у Булгакова, мастери Маргарите, Берлиоз, Михаил Берлиоз, на патриарших прудах уже повествует Ивану Бездомному об этом боге, Вицли-Пуцле. Сейчас я вам это зачитаю. Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынные аллеи. И по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, который может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, Булгаков значит, соответственно, очень образованный человек, раз он знал все эти дебри. Поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Азириса, благостного бога и сына неба и земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицли-Пуцле, которого весьма почитали некогда, отцеки Мексики. И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как отцеки лепили из теста фигурку Вицли-Пуцле, в аллее показался первый человек. И еще одна такая интересная ремарка по поводу захватчиков. Вот в Большой советской энциклопедии Вицли-Пуцле, бог войны у мексиканского племени, здесь уже не сказано, что это бог солнца, бог войны у мексиканского племени, отцеков. В честь Вицли-Пуцле был сооружен в городе Мексика храмом на вершине пирамиды, и здесь в дни больших праздниц совершались жертвоприношения из пленных, а потом из верующих. Главным образом детей и юношей, у которых жрецы, вскрывая грудь, вырывали сердце. По преданию, здесь во время освящения храма в 15 веке было зарезано до 80 тысяч пленных. Вот 80 тысяч. Нашли-то пока всего 650. А вообще 80 тысяч. Значит, в основном детей и юношей. В сатирической поэме Вицли-Пуцли гейны, какая интересная сатирическая поэма, гейны воспользовался для яркого обличения человека ненавистничества и религиозного изуверства эпизодом из истории борьбы Кортеса с мексиканцами, когда несколько десятков испанцев, бедненьких испанцев, было взято в плен и почти на глазах Кортеса зарезано на алтаре. Но Кортеса оставили в живых, чтобы он донёс вот это враньё записал уже для своих. То есть 15 зарезали, а Кортеса оставили, чтобы он это всё поведал. Поэма вызвала яростное негодование в мещанских кругах Германии, сильно задетых гениальным памфлетом, остриё которого было направлено, и вот это внимание, против католической церкви с её фанатизмом и нетерпимостью. Вот что нам косвенно передают, что творилось в кругах Германии или как это там на самом деле называлось, потому что тогда Германии не было, что творила вот эта католическая церковь. Она творила то же самое там, по всей видимости, что и здесь это было. То есть вскрывали грудь, вырывали сердце, в основном у детей и юношей. Конечно, это никакие там не жрецы, жрецы — это те самые захватчики, которые приехали вместе с этим Кортесом. Вот что открывается сквозь строки на самом деле, когда начинаешь понимать, когда вот эту вывороченность всю начинаешь ставить с головы на ноги. Вот что творилось, какие изуверства происходили. И по всей видимости, это не XV век, а это чуть позже было. Возможно, это XVII, XVIII, может быть, и XIX век захвачено. Делаю вывод. Историю написали к концу XIX века всем странам и народам, потому что элиты писателей уже знали эти тонкости в начале XX века на примере Булгакова. И Ацеков, и Темпломайор, и Боговицли-Пуцли. В этом видео мы раскрыли ещё одно преступление захватчиков. Возможно, что дата 1521 года — это придумка, откуда они знают точную дату, но зато они точно знают, что 80 тысяч было казнено. И об этом сообщил Кортес. То есть он-то точно знал, сколько он казнил людей в Мексике. Это преступление могло произойти позже, в XVIII, а может быть, даже и в начале XIX века. Захватчикам непременно надо было удлинить свою историю, что они делают постоянно, для обоснования своего присутствия на нашей планете. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Оставляйте комментарии, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ!